Мужчины, которые начинают воздерживаться, порой допускают очень много ошибок. В этом видео я расскажу, почему не стоит бояться простатита, почему я не придерживаюсь целебата, и, наконец, раскрою самую главную ошибку на воздержании. Давайте по порядку. Обычно недалекие врачи пугают нас простатитом, говоря, что вот не будешь ты сливать свое семя раз в недельку, то все будет очень плохо, и простатит будет и рак яичек, и метеорит твой дом взорвет, и так далее. Молодой человек может мастурбировать 1, 2, 3 раза в неделю. Даже если каждый день в этом не будет ничего страшного. Смешно вам, да? А мне что-то не смешно. Однако такие врачи непонятно на что опираются. Ведь ни одного исследования, которое связывает простатит, и воздержания попросту нет. Это просто их выдумка. Более того, скажу, что мастурбация напрямую влияет на работу наших почек. Невероятно! Обалдеть! И на такой интересный гормон, как вазопрессин, который удерживает воду в организме. Когда мужчина очень любит подрочить, у него начинаются частые мочи и спускания. А если вы знаете, это один из главных признаков того, что у вас зарождается простатит. Если тебя пугает слово «застои», то и здесь тоже ничего страшного нет. Снимайся спортом, активно двигайся, и не будет у тебя ни простатита, ни других проблем со здоровьем. Простатит – это в первую очередь болезнь таксистов и офисных работников. Объединяет их всех любовь сидеть на одном месте. И исследования это подтверждают, что люди, которые часто сидят, находятся в категории риска заболеть простатитом. Поэтому думать нужно не о том, какое воздержание плохое, а о том, как двигаться побольше, не забивать себе голову врачебной чепухой. Далее давайте поговорим о том, почему я лично не придерживаюсь целебата. Секс – это биологически заложенное в нас стремление, как и получение еды. Если ты что-то из этого в своей жизни убираешь, природа всем своим нутром будет тебе подсказывать, что ты делаешь что-то неправильно. Именно поэтому у мужчин, которые придерживаются целебата, после определенного времени падает мотивация и желание заниматься делами. Как бы странно это ни звучало, монахи, которые уходят жить в одиночку, отдалившись от женщин и социума, присев в позу лотоса, их вряд ли можно будет назвать продуктивными людьми. Ты показываешь природе, что ты не готов размножаться, значит ты не нужен этому миру и популяции. Поэтому получай спад энергии и задумайся о своем поведении. Да, месяц, два, три, возможно полгода воздержания, принесут тебе только пользу и повышение энергии, но дальше тебя ждут только разочарования. Поэтому не нужно думать, что целебат сделает из себя бога продуктивности. И напоследок расскажу про самую главную ошибку на воздержании. И, наверное, не совру, если скажу, что подсчет дней и воздержание на силе воли это самая главная ошибка мужчин, которые начали воздерживать. Встречая таких людей, ты сразу понимаешь, что это залетные птички, которые ничего не понимают в теме. Они думают, что сила воли им поможет, но забывают, с каким врагом они сталкиваются. Напомню, что секс это эволюционно самое желанное, что есть на этой земле. Удивительно ли, что исследователи связывают просмотр порнографии с зависимостью от кокаина? Думаю, нет. А что же делать тем людям, кто не раз срывался, корил себя за срывы и в очередной раз пытался применить силу воли? Я могу посоветовать применить интеллектуальный подход, в который входят три аспекта. Это информированность, убеждение и бдительность. Более подробно про интеллектуальный подход можно прочитать в моем телеграм-канале. Оставляй комментарий с Мурфик и помни одну очень важную вещь. Быть сильным – это выбор. Пока.